Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать тренировку, которая займет у вас всего 40 минут. Ее можно делать, если вы в командировке, на отдыхе. В общем, у вас нет времени, у вас есть только номер и подручные средства, кровать, диван, стул и так далее. И совершенно нет возможности посещать тренажерный зал. Так вот, что лучше делать? Full body, либо качать отдельную группу мышц каждый день? Что логичнее? Full body, либо отдельный сплит? Скажу вам сразу, что отдельно делать каждую группу мышц ежедневно нет смысла, потому что тренировочный человек способен выполнить большой объем работы, что приведет к закислению, к болям. Да, это сохранит вашу выносливость, но на гипертрофию это повлияет негативно. Поэтому будем выполнять full body. Это будет намного логичнее, чтобы держать себя в форме, чтобы не потерять силовую выносливость, чтобы не потерять силу. И когда вы вернетесь в прежний тренировочный ритм, вы сможете спокойно продолжить в том же ритме тренироваться, что и до отпуска, либо до командировки. В общем, меньше слов, больше дела. Погнали! Итак, друзья, мы будем работать в суперсете. Что это означает? Это означает, выполнили одно упражнение, переходим сразу же на другое. Нет смысла, друзья, делать отдельно все по одному, потому что это не такой большой объем работы и не такая большая нагрузка, чтобы делать отдельно каждое упражнение. Итак, поехали. В каждом номере есть кровать. Если у вас нет кровати, то есть стул, стол и так далее. В общем, не важно. Делаем обратные отжимания. Они выполняются достаточно просто. Ставим ноги на пол, руки на кровать, вот таким вот образом, ладонями к себе, на ширине бедер и отжимаемся вниз до угла 90 градусов. Сильно низко отжиматься не нужно, потому что можно получить травму, даже выполняя упражнение с собственным весом тела. И спешить тоже никуда не нужно. Примерно в таком темпе. Раз на выдохе. Таким образом, нам необходимо выполнить 25 повторов. Обратите внимание, что я делаю в полную амплитуду и вверху напрягаю трицепс. Вот таким образом. То есть полностью руки выпрямляю. 25 повторов. После этого же сразу нам необходимо сделать 12 отжиманий локти внутрь. Руки ставим на ширине плеч. Смотрим прямо, корпус не заваливаем. Отжимаемся вниз, локти вдоль корпуса. Практически до самого пола. Спичечный коробок остается. И выжимаем себе вверх. На выдохе. Вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Полное выпрямление. В полную амплитуду делаем. 12 повторов. Таким образом, нам необходимо сделать три подхода. Отдых между подходами не нужно делать слишком большой. Максимальный отдых между подходами одна минута. Затем отдыхаем полторы минуты. И переходим на следующий сет. Итак, сразу же. Следующий сет мы делаем на ноги. Для этого я выбираю самое лучшее, по моему мнению, упражнение. Это выпады. Одну ногу ставим на диван. Вторую ногу чуть-чуть дальше. И делаем выпад вниз. Полный. Опускаемся так, чтобы передняя нога была 90 градусов. Поднимаемся полностью вверх. На одну ногу сделали 15 повторов и поменяли. Сделали на вторую ногу то же самое 15 раз. Обратите внимание, что когда я делаю выпад, я немножко наклоняюсь вперед. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы в большей мере растянуть ягодичную мышцу и, собственно, ее напречь. Следующее упражнение в этом сете – это отжимания. Отжимания – самые обыкновенные, классические отжимания. Вы все знаете, как они выполняются. Руки ставим чуть шире плеч. Корпус не заваливаем, то же самое. И не опускаем слишком низко, не поднимаем слишком высоко. Смотрим прямо. Отжимаемся вниз. Практически до конца. И поднимаем вверх. Раз. На выдохе всегда поднимаемся. Нам необходимо сделать 15 повторов. То есть по 15 раз на каждую ногу мы сделали. Сделали 15 отжиманий. Делаем 3 подхода. Отдых между подходами составляет не более 1 минуты. Затем отдыхаем 1,5 минуты. Примерно 1,5 минуты. Можно меньше, если вы успеваете восстанавливаться. И переходим на следующий сет. У меня есть с собой тренировочная резина. Но, как я сказал, будем использовать только подручные средства, которые находятся в нашем номере, либо в квартире. Итак, Г-отжимания. Как они выполняются? Ставим ноги. Можно на колени поставить ноги. Это вариант полегче. Можно вытянуться вперед. Мне необходимо отойти подальше маленько. Вытягиваем. Ставим на ноги. И поехали. Имитация отжиманий на руках. В самый низ. Упражнение непростое, как кажется на первый взгляд. Выполняем 12 повторов. А в суперсете с французским жимом, с обратным французским жимом, выполняется он просто, но упражнение крайне тяжелое. Руки ставим на ширине больших пальцев. И делаем имитацию французского жима. Следующим образом. Сейчас покажу сбоку для наглядности. Ставим руки на ширине большого пальца. И поехали. Приводим свой лоб к полу. Но не слишком быстро, друзья. Раз, два, три, четыре. На первый взгляд кажется простой сет. Но скажу вам, что он действительно хорошо помогает держать себя в форме. Поэтому выполняйте его. Это очень крутой сет. Один из любимых моих сетов с собственным весом тела. Таким образом мы делаем три подхода. Отдых между подходами составляет одна минута. Затем отдыхаем полторы минуты и переходим на следующий сет. Я уже изрядно вспотел, друзья. И я уверен, что такая тренировка заставит вспотеть вас. Кстати, такую тренировку можно выполнять ежедневно, утром. Если у вас есть лишний вес. Она будет для вас, конечно, очень сложная. У меня есть на канале тренировки попроще. Но мало ли. Если из вас есть люди тренированные, то данная тренировка вам подойдет. Следующая группа мышц, которую мы будем прокачивать, это наш пресс. Потому что пресс нужно держать в той же форме. Для пресса у меня есть несколько упражнений. Я использую упражнение табата. Итак, как это выполняется? Заходим в таймер. Выставляем работу. Вот работа. 30 секунд. Отдых 10 секунд. Количество сетов 5. И делаем каждое упражнение по 30 секунд. То есть на каждое упражнение 30 секунд, затем отдыхаем 10 секунд. Опять 30 секунд, отдыхаем 10 секунд. Я уже показывал эту тренировку в инстаграм. Я сейчас покажу, как выполняются все упражнения. Постараюсь установить камеру так, чтобы вам было видно наглядно. Сейчас я это сделаю. Итак, у меня даже есть здесь коврик. Поэтому сейчас, можно сказать с вами, в прямом эфире я буду качать пресс еще раз. Потому что сегодня я его уже делал. Итак, таймер у меня заряжен. 5 секунд подготовка. 3, 2, 1. Поехали. Первое упражнение. Поднимаем ноги и из стороны в сторону. Касаемся ладошками. Ноги согнутые. Дышим. Спешить не нужно. 30 секунд работы. От того, чтобы спешить, время быстрее не пойдет. Девять. Стоп. Отдыхаем ровно 10 секунд. И переходим на следующее упражнение. Следующее упражнение выглядит следующим образом. Ложимся. И поднимаем себя вверх. Вот так это выглядит сбоку. То есть, поднимаем себя не сильно. Такое ощущение, что мы соединяем грудную область с паховой. На выдохе. Уже должен гореть пресс. Жарковато тут в номере. Отдыхаем. 10 секунд. И переходим на следующее упражнение. Тренировка сложная. Тренировка пресса крайне сложная. Итак, поехали. Упражнение ножницы. Ноги прямые. Разводим в стороны. Руками держимся. 15 секунд. Терпим. У меня уж самого пресс горит. 10 секунд отдыха. Затем переходим на упражнение, подобное первому, только на косые мышцы. Поднимаемся вбок. В правый и в левый. В левый. В правый. На выдохе. Три секунды. Крайне упражнение самое сложное. Самое сложное, потому что уже пресс убитый, особенно у меня. Смотрите. Два раза поднимаем в маленькую амплитуду. На третий выше. Раз. Два. И на третий выше. Раз. Два. Раз. Два. Пресс забивает нереально. 15 секунд. Терпеть. Да. Заставили меня, конечно, поработать на славу. Но пресс забивается отлично. Можно скачать... Извиняюсь. Можно скачать любой таймер табата. И, собственно, он подойдет. Выставляем 30 секунд работы и 10 секунд отдыха. И не забываем, обязательно не забываем пить воду во время тренировки. Потому что гидролиз никто не отменял. Самую обыкновенную воду. Больше ничего. Этого хватит. Кстати, когда вы куда-то едете в поездки, обязательно берите воду. Посмотрите, сколько у меня воды. Вот это вот моя вода. Вот это мини-бар, который я вытащил из холодильника, чтобы положить туда мясо. Поэтому берите с собой воду. Это очень важный процесс, который поможет вам оставаться бодрым. Который поможет вам восстанавливаться лучше и в целом чувствовать себя лучше. Но если вам понравился такой формат тренировки, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что здесь очень много крутых тренировок. Еще впереди вас ждет много крутых тренировок. Также ставьте плюсик в комментариях, если вам тренировка зашла. Ну а с вами был я, Андрей Филиппов. Всем до скорого. И всем отличных тренировок.